Четыре испанских города поместили на карантин из-за вспышки в них коронавируса. Они находятся в нескольких десятках километров от Барселоны. Спикер каталонского правительства сказал, что в зоне карантина проживает около 70 тысяч человек. Изначально власти Испании слабо отреагировали на эпидемию. Однако после того, как число заболевших в стране стало резко расти, они закрыли аэропорты для самолётов из Италии, а также призвали людей воздержаться от поездок. Школы и университеты в стране будут закрыты по меньшей мере две недели, а тюрьмы объявили, что не будут пускать посетителей. А в Канаде коронавирус выявили у супруги премьер-министра страны Джастина Трюдо. Софи Грегори уже отправили в больницу. А премьер две недели проведёт в самоизоляции дома. Его пресс-секретарь сообщил, что глава правительства чувствует себя хорошо, и симптомов болезни у него нет. Между тем, Япония по-прежнему нацелена провести летнюю Олимпиаду в Токио. Профильный министр Сейко Хосимото сказала, что об отмене или переносе игр речи не идёт. Ранее президент США Дональд Трамп предложил японскому правительству отложить Олимпиаду на год из-за пандемии. «Я слышала предложение Дональда Трампа. Международные олимпийские комитеты и организаторы Игр-2020 не рассматривают вопроса об отмене или переносе игр. Они готовят проведение безопасных игр по изначальному графику, которые начнутся 24 июля». Колумбия запретила всем круизным лайнерам заходить в свои порты. Президент страны объявил чрезвычайную ситуацию до 30 мая после того, как в городе Картахена у туриста выявили коронавирус. Всего в стране пока девять случаев COVID-19. Между тем, другие страны Латинской Америки по-разному реагируют на пандемию. Так, президент Венесуэлы Николас Мадуро сказал, что отменяет все рейсы в страну из Европы и Колумбии. При этом он заявил, что ни одного случая коронавируса в Венесуэле не выявили. Власти Мексики сказали, что не планируют ограничивать въезд в страну для международных путешественников или закрывать границы. По словам президента социалиста Андреса Мануэля Лопеса Абрадора, пока нет научного подтверждения, что подобные ограничения могут защитить граждан от болезни. Наконец, президент Перу объявил, что вводит режим чрезвычайного положения и запрещает массовые мероприятия. Он также сказал, что планирует обсудить ситуацию с другими региональными лидерами в ходе онлайн-конференции. Общее число заражённых коронавирусом в мире превысило 134 тысячи человек. Смертей уже более 4900.